Мерседес Бенз GLC Интерьер Мерседеса красив на вид, но если присмотреться, замечаешь непростительные минусы. На глянцевых поверхностях коих тут в изобилии постоянно остаются следы. Пиктограммы на светлых кнопках абсолютно невидны и нечитаемы. Верхняя часть дверей и панели приборов сделана из чего-то, что выглядит как очень дешевый винил, который сильно выделяется на фоне декоративных вставок довольно высокого качества. Жуткие прорези для сбора пыли над переключателем света, видимо, специально созданы для того, чтобы заказывали дополнительные опции. И на их месте появились кнопки. Пишет в своем отзыве пользователь с ником Автонао из Москвы. Покупая GLC, лучше доплатить за натуральную кожу в отделке. Из опыта Константина из Санкт-Петербурга «Эко-кожа очень слабая. Через два года эксплуатация лопнула по шву на водительской сидушке. Хорошо, что заменили по гарантии». Девятиступенчатый автомат Мерседеса не всегда радует плавностью работы. «Не нравится коробка передач. Я чувствую легкое дергание, чувствуется, как она переключает скорости. На данный вопрос дилер мне ответил, что это нормально. Якобы автомат подстраивается под мой стиль вождения». Делится впечатлениями Валерий из Екатеринбурга. У GLC очень вместительный второй ряд. Правда, высокий и широкий тоннель мешает среднему пассажиру. Зато запас места приличный по всем направлениям. Но разве от премиального кроссовера ждешь только простора? К сожалению, с опциями у базового кроссовера все печально. Нет ни обогрева дивана, ни розеток для подзарядки гаджетов, ни даже кармашков в спинках передних кресел. Чтобы получить подогрев и трехзонный климат-контроль, придется раскошелиться. Но диван в любом случае не двигается. Наклон спинки тоже не меняется. У конкурентов все это есть. GLC мог комплектоваться несколькими вариантами двигателей. До рестайлингу полагались двухлитровый бензиновый турбомотор М274 и дизель ОМ651 объемом 2,1 литра. АМГ-мобили оснащались трехлитровым М276 и М177 объемом 4 литра. Двигатель серии М274 на больших пробегах требует замены распределительных валов. Нередки проблемы с системой охлаждения, в частности с термостатом и водяным насосом. Ресурс турбины около 150 тысяч километров. При этом она требует хорошего масла и его своевременной замены. Немало владельцев дизельных кроссоверов столкнулись с проворотом вкладышей. Также для двигателя ОМ651 характерны проблемы с гидронатяжителем в приводе ГРМ. После обновления оба двигателя существенно доработали. Сведений об их надежности пока нет. Но требовательность к качеству топлива и масла точно осталась. Слабое место моторов для АМГ-версии – натяжители цепи ГРМ. Базовая подвеска ГЛЦ может убить всю веру в то, что Мерседес умеет делать комфортные машины. На первой же небольшой выбоине или трещине кроссовер содрогается в нервном припадке. Правило выше скорость, меньше ям не действует. Чем быстрее едешь, тем сильнее трясет. Никакой энергоемкости. Судя по отзывам, регулярные поломки входят в базовую комплектацию ГЛЦ. Езжу в сервис как на работу. После двух месяцев эксплуатации загорелся чек-энжин и стала замечать скрипы в стойках амортизатора. Пробег 7500 километров. Опять проблема. Не работают корректоры фар. Потом перестала брызгать жидкость на лобовое и заднее стекло. Снова заскрипели амортизаторы. И к ним добавилась педаль газа. Заканчивается двухлетняя гарантия. Я с ужасом жду новой поломки. Пишет в своем отзыве Анна из Москвы. Странно, но на популярность ГЛЦ все это нисколько не влияет. Это один из самых популярных кроссоверов в классе. И вот почему. Экстерьер ГЛЦ лишен дизайнерских выкрутасов и это хорошо. Кроссовер выглядит солидно и при этом мощно подтянуто. Вон какой длинный капот. Прямо как у классического спорткара. Кресла у ГЛЦ отличные, даже в базе. У них огромное количество регулировок. Возможный трехступенчатый подогрев и вентиляция. А какой диапазон настроек? Отодвинувшись до конца назад, двухметровый водитель рискует не дотянуться до педалей. Стоит пристегнуться, как ремень безопасности автоматически выбирает степень натяжения, прижимая тело к креслу. Какая приятная забота. Получив салон в духе С-класса, кроссовер однозначно выиграл. Дизайн изысканный. Прихотливым изгибом центральной консоли можно любоваться часами. Если не скупиться на опции, то отделка будет на уровне бизнес-седанов. Кожа, деревянные карбоновые накладки, настоящий алюминий. Все дорого, богато и качественно собрано. Сборка салона соответствует цене. Все подогнано и смонтировано на отлично. Аж противно! Шутит Владимир из верхней пышмы. К эргономике ГЛЦ не было вопросов ни до, ни после рестайлинга. Все на своих местах. Приятно, когда все продумали за тебя, чтобы ты не отвлекался от дороги. Можно по-разному относиться к торчащему из панели ГЛЦ медиа-дисплею. Но при использовании он зачаровывает интуитивно понятным интерфейсом и безупречной графикой. При этом до кроссовера еще не добралась мода на тотальное сенсорное управление. Даже после рестайлинга климат-контроль и основные ездовые функции контролируются с помощью физических кнопок с внятным усилием. Электронные помощники в ГЛЦ стоят того, чтобы за них доплатить. Приятно удивила система предупреждения о столкновении. Она сама, рассчитав скорость, показывает, на какой дистанции от впереди идущего транспорта следует держаться. При опасном сближении подает противный сигнал, что заставляет реагировать. При невысокой скорости может самостоятельно затормозить, если вы уткнетесь в телефон или прозеваете препятствия. Браво! Пишет в своем отзыве Григорий из Владивостока. С точки зрения удобства, 550-литровый багажник у ГЛЦ на высоте. Тут тебе и плоские боковины, и крепежные петли, и крючки для сумок, и кармашек в левой стенке. На пол можно натянуть сетку. Она хранится в подвале, в специальном органайзере. Под полом докатка. Пятая дверь у кроссовера снабжена подсветкой. Возможен опциональный электропривод, который работает быстро и тихо. Багажник откроется в том числе и если провести ногой под бампером. Три секции спинки дивана складываются по отдельности из багажника. Кнопки складывания – стандартное оснащение. Если их использовать, то полезный объем вырастает до 1600 литров. На опциональной пневмоподвеске GLC едет плавно и мягко. Мелочи, крупные ямы – их как будто совсем нет. О наличии дефектов знает только водитель, поскольку видит их. При этом кроссовер умудряется быть еще и азартным. GLC можно вести агрессивно. Стабильность на прямой и в поворотах отменная. Крены невелики. В новом ГЛЦ полностью переработанная подвеска стала более энергоемкой. Нет пробоев. Очень комфортная. Соглашусь с менеджером, который мне сказал, что у ГЛЦ самая комфортная подвеска среди конкурентов. Инновации Mercedes повысили комфорт и управляемость. По извилистой трассе на 100-120 км в час в повороты легко. По трассе рулится огонь. Устойчиво и маневренно. Пишет в своем отзыве пользователь с ником Себастьян Перейра из Самары. Тормоза у GLC под стать управляемости. Тормоза отличные. Работают, похоже, от мысли о торможении. Подтверждает Бато из Иркутска. При этом GLC умудряется быть похвально проходимым. Полноприводная трансмиссия настроена грамотно. Базовый клиренс 181 мм. Опциональный внедорожный пакет за счет иных пружин добавляет еще 20 мм. А АМГ-шасси наоборот отнимает 15. Из отзыва Дмитрия из Красноярска. Проходимость впечатлила. По нечищенному проулку GLC прет настырностью танка по капот в снегу. В движении GLC подкупает шумоизоляцией. В этой дисциплине он однозначно переиграл конкурентов. Ни гола дороги, ни шума мотора, ни свиста набегающего ветра. Почти не слышно, как барабанят камешки по аркам. Главные плюсы автомобиля Mercedes GLC. Красивый и качественный интерьер. Практичный багажник. С пневмоподвеской, азартная управляемость и плавность хода. Впечатляющие внедорожные способности. Отличная шумоизоляция. Основные минусы. Часть нужных опций только за доплату. Капризные двигатели. Жесткая базовая подвеска. Недостаточно плавная работа автомата. Общая надежность уже не та. Подводя итог, можно сказать, что Mercedes GLC – кроссовер, который имеет практически все. Он классно рулится, мастерски совмещая комфорт и азарт. На нем не страшно лезть в бездорожье. Багажник у GLC просторный и практичный. К тому же он хорош внешне, а салон у него современный и красивый, с проработанной эргономикой. Есть и подвох. Таким талантливым GLC бывает только в хорошей комплектации, с пневмоподвеской и другими недешевыми опциями. Вот почему оценка, набранная Mercedes GLC в читательском рейтинге Дрома, составляет 8,8 балла. Благодарим за помощь в съемках технический центр Кунцева. Автомобили с пробегом в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное – подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»